За пять с половиной тысяч рублей купил вот эти часы с картонным циферблатом житель села Айкино, хотя ждал посылки смартфон для мамы. Обманутый покупатель стал очередной жертвой телефонных и интернет-мошенников. Всего с начала года в Исумском районе случилось уже полтора десятка подобных хищений. Несколько из них по схожему почерку – псевдокомпенсации за приобретенные ранее биологически активные добавки. Что толкает доверчивых граждан высылать аферистам астрономические суммы, пыталась понять Александра Головина. В марте в Усть-Вымскую полицию обратилась жительница райцентра с заявлением на телефонных мошенников. Они выманили у нее больше полутора миллионов рублей. Пару лет назад пенсионерка выписала по почте биологически активные добавки. Пользу здоровья они не принесли, зато персональные данные доверчивой сельчанки оказались в телефонных базах, которыми мошенники делятся между собой. Разумеется, не бесплатно. Ей предложили обратиться в суд и помощь адвоката для того, чтобы написать заявление исковое на определенную фирму, которая предоставляет медикаменты. С женщиной связалась девушка, которая представилась адвокатом и предложила ей свою юридическую помощь. Женщина по диктовку написала заявление в суд арбитражный города Москвы, отправила его. И через какое-то время ей перезвонила эта же девушка, юрист, и сказала, что они выиграли суд. И пенсионерке положено 20 миллионов по суду выиграно. В части от получения такой баснословной суммы затмило пожилой женщине разум и элементарную осторожность. На страховку, курьерскую доставку и некие таможенные сборы ушло больше полутора миллионов рублей. Сбережения, отправленные быстрыми переводами по почте, растворились в чужих карманах. По аналогичной схеме обманули и 54-летнего жителя поселка Жешерт. Некие псевдополицейские из Москвы, якобы задержавшие группировку мошенников, продающих некачественные БАДы, предложили мужчине компенсацию в 16 миллионов рублей. За 8 месяцев аферисты под различными предлогами вытянули из него более миллиона 700 тысяч рублей. Причем эти деньги мужчина был вынужден занимать в банке и у своих знакомых. Они ему звонили, говорили, что необходимо ее сделать. Также он ездил в Москву. Он приехал, звонил на номера телефонов, которые ему звонили. Он не смог никому дозвониться и обратно уехал в наш Устинский район. В один из дней ему позвонили и сообщили, что денежные средства находятся на таможне, что ему необходимо выплатить таможенную выплату в размере 300 тысяч рублей. Он сказал, что у меня таких денежных средств нет. Его стали говорить, что вы, значит, мошенник, и мы тогда сообщим о вас в полицию. Сейчас мошенников, которые работали по одному и тому же почерку, разыскивает полиция. Найти их будет крайне сложно, учитывая то, что чаще всего они работают из других регионов и стараются максимально конспирировать свою криминальную деятельность. Впрочем, это помогает не всегда. В 2019 году в городе Гатчино Ленинградской области все-таки задержали одного из таких дельцов. Василий Завьялов со своими подельниками похитили у 80-летней жительницы Микуни свыше 2 миллионов рублей. Свою вину задержанный отрицал. Утверждал, что, дескать, по поручению некого Геннадия Петровича обзванивал клиентов строительной фирмы. По его же поручению, дескать, он нашел двух посторонних людей для обналичивания денег в банкоматах. Миг наш подозреваемый использовал в темную под различными предлогами. Говорил, что данные денежные средства нужны для рабочих, так как он является прорабом. В другом случае, просто говорил, что у него судебные приставы наложили, штрафы, санкции, аресты на все счета. Поэтому не может на себя осуществить перевод, которые от родственников переведены с других регионов. Ну и так далее, тому подобное. Уголовное дело межрегионального афериста рассматривали в Усть-Вымском суде. Хотя Завьялов был категорически против. Гособвинение представило множество улик. Найденные при обыске сотовые телефоны, сим-карты, блокноты с записями с фамилиями потерпевших и похищенных сумм. Многое стало понятно, когда прослушали записи телефонных переговоров Завьялова с другими жертвами. Характер телефонных звонков, которые в том числе были прослушаны в судебном заседании, их количество. Фактически действия злоумышленников были направлены на обман потерпевших, введение в заблуждение. Как тоже мы слушали телефонные переговоры, голос изменялся, в том числе посредством каких-то технических средств. Слышно, как он звонит сначала с одного, потом с другого номера телефона, и голос изменяет, делает более старым, более молодым. То есть все равно очевидно становится, что голос принадлежит этому человеку. Только за один эпизод с микунской пенсионеркой Василию Завьялову, к слову, уроженцу соседней Архангельской области, дали семь лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы на год. У него остается право на обжалование приговора, который, судя по списку предъявленных обвинений, может быть далеко не единственным. Также ему придется возместить ущерб потерпевшим.